Всем привет, друзья! С вами снова Иван. И да, у меня случилась проблемка с моим шуруповёртом Interskoll модель DA12R01 Вот такой вот шуруповёрт. В принципе, неплохой. Очень даже хороший. Вот такой вот у него быстро зажимной патрон. На 10 миллиметров. Вот. Получилось вот что с ним. Проблема получилась в его аккумуляторе. Вот такой вот этот аккумулятор. Их два было в комплекте. 12 вольт на полтора ампер часа. Проблема была, собственно, в том, что один из контактов банки, то есть там такие банки, такие вот батареечки стоят, как вот такие вот маленькие аккумуляторчики. И все они спаяны вот так вот, вот такими пластиночками. Он у меня то ли упал, то ли что, обучилось. Короче, у меня там отвалился один из контактов, и шуруповёрт бы просто не работал. В общем-то, кительская проблема нам понадобится сам наш неисправный аккумулятор, такая вот крестовая отверточка, припой, его можно купить в магазине радиоэлектроники. Вот. И паяльник. Соответственно, если у вас паяльник, я рекомендую еще взять специальную подставочку под паяльник, чтобы ничего не повредить и не обручить. Значит, первым делом мы раскручиваем аккумулятор, он держится на пяти вот таких вот саморечиках. Вот, то есть мы снимаем верхнюю самую вот эту вот крышку. Вот. Там находятся, я говорил, такие вот баночки. И вот там стояли две такие вот баночки, батарейки, между собой спаянные. Вот. Потом нужно будет взять паяльник, припой и припаять их между собой. Потом накрываем нашу крышечку, закручиваем сами саморечики. Вот. Главное не пересердствовать. Вот. Иначе вы можете попустовать пластмассу. Ну, здесь у меня более-менее нормальная. Вот. Шуруповёрт у нас готов. Вставляем и проверяем. Все работает. Вторая скорость. Первая. Влево, вправо. Все отлично. Из-за вот маленькой баночки. Из-за маленького контактика. Такая большая хрень. А в целом, хоть шуруповёрты старые, но 2006 года. То есть ему где-то 14 лет порядка. У меня сейчас 16. Я потому что 2004 года. То есть я чуть-чуть, а на два года постарше своего шуруповёрта. Вот. А в принципе, хоть он такой тяжёлый, но довольно-таки хороший шуруповёрт. Ни разу меня выручал в ремонте. Хоть я им, как таково, особо не пользовался. Ну, только если там дверики снимал им. Вот. В принципе, достойный шуруповёрт. Вот. В общем-таки, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями в социальных сетях. Нажимайте на колокольчик. Всем спасибо. Удачи. Здоровья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok